Интересно узнать про полеты после 30 недель беременности. Безопасно ли, особенно в моем случае, 33 недели беременности? Длина шейки матки 33 миллиметра. С 25 недели ставят врачи узисты низкое расположение плода. Хотя Сергей Александрович Тё сказал все в норме. Поднялся, однако обнаружил нарушение гемодинамики в системе мать плацента плод 1 1а степени. Интересно узнать мнение специалиста. Заранее спасибо. Ну собственно говоря, полеты после 30 недель беременности, ну если нужно, значит можно. Потому что проводилось большое количество исследований, которые касались перелетов во беременности. И здесь ничего плохого, явно такого статистически не обнаружено. То есть самолет, когда он летит на большой высоте, он пролетает через озоновые дыры. То есть через зоны высокой радиации. Потому что ионосфера защищает нас от космической радиации. И соответственно, когда самолет летит на высокой высоте, когда он попадает в озоновую дыру, то соответственно сам самолет и пассажиры подвергаются кратковременному воздействию высокого уровня радиации. Вот. Но здесь есть такие нюансы, что во-первых сам корпус самолета металлический, он экранирует во многом эту радиацию. Во-вторых, полностью избежать этого нельзя. Раньше, в 90-е годы, по крайней мере в Соединенных Штатах Америки, можно было позвонить в эту авиакомпанию, что я лечу на таком-то рейсе. И они могут сказать примерно, будете ли вы пролетать через озоновую дыру или нет. Потому что схема этих дыр, она какая-то там тогда была. Сейчас я не знаю, скорее всего никто не скажет это. Потом скажется, что да, вы будете пролетать. Но, по крайней мере, само воздействие, это идет кратковременным образом. И во многом уменьшает за счет того, что корпус вот этого корабля, самолета, он защищает от, во многом снижает уровень вот этой радиации. Он идет не всегда, именно вот когда самолет попадает в озоновую дыру. Потому что, если обычная атмосфера и ионосферный слой сохранен в этой области, где летит самолет, там повышение уровня радиации, оно совсем небольшое. Но статистические исследования, которые проводились в большом количестве случаев, не показали повышение частоты каких-то проблем, связанных вот с этими вещами. Даже на ранних сроках беременности. Вот. Поэтому, когда вы летите в самолете, вы должны помнить о следующих вещах. Что самое неприятное во время беременности, это когда вы долго находитесь в таком, как бы вынужденном состоянии иммобилизации, когда вы не двигаетесь. Поэтому, если вы летите одна, то тогда обязательно, если это не бизнес-класс, то выбирайте обязательно айл, проход. Потому что тогда вы максимально мобильным. Не пытайтесь забиться в угол. Потому что, если вы забиваетесь в угол, вы, соответственно, вы должны попросить ваших соседей, чтобы они поднялись, выпустили вас. Вы будете стесняться. А так, вот появилась команда, что можно расстегнуть ремни безопасности. Встаньте, пройдите по проходу туда-сюда, сходите в туалет. Ну, то есть, разомните ноги. Это очень важно для того, чтобы не было венозного застоя. Потому что при беременности, особенно, вот этот опасен тромбоз глубоких вен с последующей тромбоэмболией. Но его полностью можно избежать, если вы двигаетесь и не сидите в каком-то вынужденном положении, зажатом куда-то где-то там в углу возле иллюминатора. Это первое. Второе, очень важно, чтобы не было обезвоживания организма. Поэтому, когда вы пройдете секьюрити, обязательно купите одну, там, ну, в зависимости от продолжительности рейса или две, бутылочку просто с обычной водой. И в течение рейса старайтесь пить эту воду. И тогда все будет нормально. Вот. Что касается нарушений гемодинамики в системе мать, плацента, плод 1А. Это бывает довольно-таки часто и в большинстве случаев не связано ни с какими-то вещами. Но перелеты в самолет это не имеет никакого такого прямого отношения. Потому что это часто бывает связано с какими-то вещами. Иногда бывает просто асимметрия. Что, допустим, плацента в большей степени получает подпитку с одной стороны. И, соответственно, с другой стороны сопротивление кровотока будет немножко повышено. Поэтому это не всегда бывает опасно. Вот. Что касается длины шейки матки. 33 недели. Здесь и низкое расположение плода. Ну, на этом сроке это, в общем-то, фактически является вариантом нормы. И, в общем-то, я бы, я бы не стал бы ничего такого делать. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова